Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Антон Минаев. Здравствуйте, Антон! Здравствуйте! Насколько я знаю, где-то в конце апреля у вас должен пройти большой концерт, посвященный 70-летию Победы. Правильно? Правильно, да. 27 апреля в Рязанском дворце молодежи состоится мой сольный концерт в сопровождении Оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Ильина и Духового оркестра под управлением Владимира Ермакова. Здорово! Если можно, расскажите, пожалуйста, о вашей творческой деятельности. Когда вы вообще начали петь? Ну что касаемо именно петь, то, наверное, начал я примерно с лет 15-16, когда еще обучался уже на старших классах в среднеобщей образовательной школе. А так, с музыкой я связан с детства. С третьего класса я обучался в школе искусств номер 7 по классу баяна. Ну а что касаемо вокала, начал примерно чуть позже этим заниматься профессионально. И тем не менее, для себя по жизни выбрали немного другую стезю. Вы же поступили в медицинский университет. Да, я поступил в медицинский университет, успешно закончил его. Сейчас являюсь ординатором кафедры ангиологии, сосудистой оперативной хирургии и топографической анатомии. И одновременно преподаю на кафедре биологической химии. Скажите, вот в старших классах у вас что-то боролось, куда все-таки пойти? Отдаться творчеству или медицине? Почему вы все-таки в итоге выбрали медицинский университет? Ну вы знаете, наверное, конечно, что-то внутри боролось, да, за и против, но долго я не думал и сразу решил, что я пойду обучаться в медицинский университет, потому что считаю, что профессия врача, профессия медика – это одна из самых достойных профессий, которые существуют по сей день, да. А профессия певца, ну я решил, что бросить свое увлечение я не брошу, но она останется как увлечение, которое со мной, наверное, будет идти на протяжении всей жизни. То есть на сегодняшний день для вас это такое своеобразное хобби? Да, это хобби. А что оно вам в жизни дает? Не знаю, помогает расслабиться, получить какие-то положительные эмоции или что-то еще? Ну, наверное, все люди, которые занимаются творчеством, музыкой, все меня поймут, что когда ты выходишь перед полным залом, выступаешь, те овации, те аплодисменты, которые дарит тебе зритель, это несравнимо, наверное, ни с чем. И ради этого стоит работать, ради этого стоит делать вот такие сольные концерты, которым мы ежегодно посвящаем празднованию годовщины во Великой Отечественной войне. Поэтому я думаю, что именно ради этого стоит всем этим заниматься. А что вы поете? Ну, в основном в мой репертуар входят песни Муслима Магомаева, Льва Лещенко, Иосифа Кобзона, дважды краснознаменные в ансамбле песни и пляски имени Александрова. Ну, что-то в этом роде, потому что голос у меня баритон, и что-то более современное эстрадо, которое сейчас существует, она на голос ему не ложится. Поэтому в основном репертуар такого характера. Ну, то есть те песни, которые вы поете, но они вам к душе, не только же из-за голоса вы их выбираете? Конечно, конечно. Мне их очень комфортно петь, я их сам выбираю, сам составляю весь свой репертуар. Поэтому, естественно, это не только по голосу, по душе однозначно. Тот концерт, который будет 27 апреля, что рязанцы на этом концерте именно смогут услышать? У вас уже есть? Да, приблизительно мы уже выстроили нашу программу концерта. В этом году мы делаем концерт в два отделения. Концертную программу мы назвали «Мир во имя любви». Первое отделение мы делаем посвященное как раз-таки войне. Это будет в основном военно-патриотический репертуар в сопровождении оркестров. А второе отделение мы делаем эстрадное с эстрадным ансамблем Вячеслава Сергеева, показывая тем самым, что любовь и мир, который возник в результате победы нашей страны в Великой Отечественной войне, это, наверное, то, ради чего стоило жить. И как раз во второе отделение будут входить те песни, которые уже написаны в послевоенной песне, которые радуют всех жителей нашей страны по сей день. Кого вы ждете на свой концерт? Кого бы вы хотели там видеть? Какую аудиторию? Ну, я, конечно, жду на концерте всех рязанцев, которые заинтересуются этим концертом. Но ежегодно мне очень приятно видеть на всех своих концертах ветеранов, именно тех людей, которые воевали в те годы. Их, конечно, сейчас осталось уже не очень много, но ежегодно мы стараемся найти возможность, пригласить таких людей. Пусть их будет 2-3 человека. Но ради этого стоит тоже устраивать такие мероприятия и посвящать их празднованию Дня Победы. Скажите, а как у вас получается сочетать вашу какую-то медицинскую деятельность с творческой? Одно другому не мешает в плане, не знаю, времени? Да, мне часто задается такой вопрос, как можно все вот это совмещать. На самом деле, я уже не представляю, наверное, нынешней своей жизни без совмещения двух вот этих дисциплин, можно сказать. Я не могу сидеть просто дома, сложа руки. Поэтому какую-то часть дня, половину дня я посвящаю одной профессии, половину дня я посвящаю другой. И так постоянно сочетаю, и, наверное, без этого уже никак. Вы сказали, что вы преподаете. Да. А ваши студенты знают о вашем таком увлечении творчеством, может быть, приходят к вам на концерты? Ну вот буквально совсем недавно, как только мои студенты узнали, что у меня планируется концерт, все сразу пошли за билетами и целыми группами собираются прийти на мое мероприятие. Вот концерт, это уже не первый в этом году? В который раз вы даете такие концерты? Третий год подряд мы делаем в Рязанском дворце молодежи совместно с Николаем Викторовичем Плетневым концерт вот такого плана и посвящаем его празднованию Дня Победы. Песня. 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 А с чего все началось тогда, три года назад? Вы помните, как вообще родилась эта идея? Да, конечно, я помню, с чего все это начиналось. Большое количество концертов, в которых я принимал участие, да, в нашем городе. И после этого встал вопрос передо мной, почему бы не попробовать свои силы, почему бы не сделать свой проект, почему не попробовать сделать свой сольный концерт. Мы решили это сделать. Ну и, как, наверное, показал опыт, это вызвало определенный успех. Поэтому уже третий год подряд я стараюсь порадовать наших жителей города своими концертами. Итак, давайте еще раз напомним рязанцам, когда, где, во сколько состоится ваш концерт. Концерт состоится 27 апреля в 19.00 в Рязанском дворце молодежи. Большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Надеемся, что зал будет полон и все получат удовольствие от ваших песен. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok